ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотим узнать претензии к жительнице дома. Покал уберите, пожалуйста. Озвучивать претензии и пути решения проблемы директор управляющей компании Химки Комфорт на камеру не готов. Неделю назад он обвинил девушку в краже горячей воды. Теперь Наталье Иванцовой наконец-то решили вручить документы проверки. Вызвали на разговор, однако диалог не сложился. У нас претензий никаких нет. Человек установил магнит, вот у нее и спрашиваете. На таком основании она установила этот магнит. Чем это мотивировало? Вот и все. Что вы взяли, что я его установила? У нас счетчик в коридоре находится, у меня дома не было. И вы мне даже не позвонили, когда... Вы лучше знаете, Наталья, вы... Мы, собственно говоря, решили ее активность таким образом продавить. Какая активность? Какая активность? Сколько писем она вам написала? Кроме нее, как будто бы активистов у нас в домах нет. Очень. Да, то есть жители не видели. Каким образом... Наталья Иванцова из тех, кто регулярно предъявляет управляющей компании претензии по уборке, ремонту непонятным графам в платежках и активно выступает за смену управляющей компании. Неделю назад, как только она вышла в магазин, в ее доме начали проверку счетчиков. Почему-то в срочном порядке и лично главный инженер и директор компании. Они якобы нашли магнит на счетчике горячей воды в общедоступном открытом щитке. На вопрос, почему работу слесарей выполняет начальство и что за спешка была с проверкой, директор ответил уклончиво. Смотрите, закройте дверь. Уже без камеры за закрытыми дверями директор, казалось, пошел на контакт с Натальей. Но разговор все равно закончился ничем. Пытались мне, конечно, вручить оригиналы этих документов, вот я подошла прийти их получить. Но что-то им подписывать теперь я больше не собираюсь. Они сейчас подписи насобирают, а потом еще что-нибудь за меня подделают, подсунут или еще что-то сделать, я не знаю. Наша управляющая компания, по-моему, уже на все способна. Сейчас они пугают, что они будут в суде там показания смотреть, проверять, что-то доказывать. Ну пусть доказывают. Что мне скрывать? Я показания же месячно сдаю, фотографии делаю. Суда Наталья не боится. У нее на руках заявления от соседей, которых управляющая компания привлекла в качестве свидетелей итогов обхода. Люди подтверждают сомнительность проверки счетчиков. А еще есть квитанции за ЖКХ, где потребление воды за все время примерно одинаковые. Они говорят, что они будут как-то отслеживать мои показания, будут вычислять какую-то разницу. А какая тут может быть разница? У меня ежемесячно практически одни и те же показания. Если вдруг я бы и пыталась вот так таким способом сэкономить, то это, ну не знаю, не больше 100 рублей точно бы в месяц выходило. Зачем такая экономия? Тем более вот соседи, кто интересовался этой историей, говорят, что этот магнит гораздо дороже стоит. Эта история уже в поле зрения правоохранительных органов. Наталья Иванцова написала заявление в полицию. Девушка не намерена отказываться от активной работы по организации собраний жильцов с целью смены управляющей компании.